Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем прямом эфире. Для тех, кто меня еще не знает, я представлюсь. Меня зовут Татьяна Григорьева. Я искусствовед из Испании, создатель одного из самых известных клубов на Коста-дель-Суль «Завтрак с искусством». Я читаю лекции в Русском музее города Малаги. Это коллекция Русского музея Санкт-Петербурга. И я создатель онлайн-школы, где вы можете посмотреть мои авторские курсы. Одной из моих любимых тем, и я знаю, что это не только моя любимая тема, является тема модерна, искусство модерна. И вот сегодня мы с вами поговорим именно об этой эпохе. Модерн – это очень красивый стиль, изысканный, роскошный. И мы возьмем такой аспект, как ювелирные украшения. Вот как раз тема моего эфира, она у вас сейчас на экране. Модерн – это стиль, который появился в конце XIX века, покорил сердца многих дам. И он действительно стал настоящим событием для женщин, которые уже устали от… Может быть, где-то привыкли, может быть, где-то устали к устаревшим направлениям ювелирным гели, да. И новые мотивы, новые орнаменты, новые образы – они как раз пришлись по вкусу современницам. Думаю, что они придутся по вкусу вам и сегодня. Сегодня вас ждет в конце подарок. Я буду… Я всегда-всегда делаю подарки в конце своих эфиров. Сегодня это тоже будет подарок, какой именно вы узнаете. И вы его получите за самый интересный и обстоятельный комментарий. Или за ваше… Просто за ваше мнение, да. Вот. Так что после… Дождитесь конца моего эфира. Я объявлю, какой подарок, да. И потом, значит, мы его разыграем. Итак, стиль… Стиль модерн. Конец XIX века. Он подвел итог романтизму, нео-стилям. От них устали. Публика ждала, жаждала чего-то нового. И оно пришло в конце 90-х годов XIX века. Новый стиль сначала встретила Франция, Германия. Потом он распространялся в Англии, Бельгии, Австрии, Скандинавии, России. И арнуво, он назывался по-разному в разных странах. Арнуво – это большой стиль. Есть маленькие стили, которые проявились в каких-то определенных областях. Модерн – это большой стиль. И несмотря на то, что он просуществовал не очень долго, в период с 90-х годов XIX века и до Первой мировой войны 1914 года, то, тем не менее, он проявился практически во всех областях. Он дал замечательные образцы архитектуры, живописи, литературы, поэзии. Но кто не любит поэзии Серебряного века? Балета, балета, моды. Ну и сегодня предметом нашего разговора станет ювелирное искусство. Вообще стиль модерн в ювелирном искусстве достаточно знает много представителей. Но, наверное, такими самыми гениальными, самыми яркими представителями этого времени являются Жорж Фуке, который работал в тандеме с художником Альфонсом Мухи. Это великолепный представитель стиля модерн, но мы, может быть, больше знаем, как живописца из Праги. Это Рене Лалик, и я сегодня буду очень много показывать его украшений. Это Люсьен Гояр, это Роберт Эшби, это знаменитый Карл Фаберже. И вот сегодня нас с вами ждет буквально такой поток красоты. Мы поговорим не только, чем вдохновлялись художники. Ну, я их называю художниками, да, это в широком смысле этого слова, конечно же, да. Чем вдохновлялись ювелиры эпохи модерна. Ну и сегодня мы поговорим о парадоксах. Парадоксах потому, что модерн буквально взорвал ювелирное искусство модерна. Это были очень революционные идеи, к которым совершенно не привыкли предыдущие эпохи. И вот сегодня как раз мы об этом с вами поговорим. Ну, главным, вернее, главной героиней нового направления в изобразительном искусстве, конечно же, стала женщина. Длинные волнообразные волосы, плавные мягкие линии женского тела, они особенно хорошо сочетались с какими-то стилистическими пристрастиями модерна. Вообще весь характер эпохи, весь характер этого стиля, он женский. И не случайно даже одно из прозвищ модерна – это стиль женщин и цветов. Вот сейчас вы на экране видите работу Альфонса Мухи, пражского художника. Это Сара Бернар. Этот плакат Муха написал в честь банкета для Сары Бернар, который был устроен для друзей в Париже. И если мы посмотрим на другие изображения, то вот вы увидите здесь тоже, да, это тоже работы Альфонса Мухи. Вы увидите многочисленное количество украшений, да, или это была реклама, или плакат сигаретной бумаги, кстати, вот слева у вас, это плакат для сигаретной бумаги, который делал Альфонс Муха. То везде роскошные волосы, кудри, да, они украшены диадемами шеи женщин, роскошными ожерельями. Это красивые серьги, кольца. Вот как раз это хорошо видно на этих работах, да. Вот. Нужно сказать, что украшения этого периода, они перестали быть привилегией высших классов. Благодаря каким-то модным журналам вообще публика имела возможность познакомиться с самыми последними тенденциями. И наиболее активно, конечно же, конечно же, модерн торгался в вечерние туалеты. И хотя вот несмотря на то, что вообще модерн больше ассоциируется таким с роскошью, да, тем не менее, именно в эпоху модерна, будем так говорить, украшения, они перестали быть только привилегией высших классов, да. Эпоха менялась. Менялась роль женщины. Новая женщина этого времени, искусство, вообще культура создавала культ такой инфернальной женщины. Компризной, томной, чувственной, экзотической, да. Вот в соответствии со вкусами этой эпохи силуэт женщины вообще приобрел такой змеевидный контур, он напоминал латинскую букву «С». И как раз вот новый костюм, новая женщина, женщина нового типа, она и требовала украшений нового типа. И появились очень оригинальные виды и колье, и широкие ошейники, и обручи, и поразительной красоты гребни, да. Но даже традиционные украшения, которые были, они приобретали какие-то новые оригинальные формы. Но самое главное в ювелирных украшениях эпохи модерна – это несколько другое. Еще со времен Людовика XIV главной задачей ювелира было использовать в работе самые драгоценные камни. Именно ювелиры эпохи модерна – Фуке в сотрудничестве с Мухой, Рене Лалик, Люсьен Гояр, Эшби Фоберже – именно они пересмотрели основы этого ремесла. Они верили в то, что красота ювелирного изделия зависит не от ценности драгоценного камня, а от художественного дизайна. И вот именно это, да, оно и перевернуло очень во многом, да, искусство, ювелирное искусство эпохи модерна. Если раньше это был, ну вот, такой мастер-ремесленник, который изгославлял похожие друг на друга коммерческие драгоценности, да, то теперь нет, теперь это был ювелир, создававший индивидуальные, по-настоящему художественные украшения, которые обладали образностью, отражавшей вообще дух этого времени, да. Если раньше это были штампы, то теперь это были художественные шедевры. Если раньше важна была стоимость украшения, то теперь художественный вкус. На смену формализму пришли краски, да, совершенно, совершенно другое, совершенно другое искусство. Ну и давайте перейдем к основным мотивам. Я прошу прощения, у меня тут попугай кричит, я его уберу. Сиди тихо, сиди тихо. Извините, пожалуйста. Итак, чем же вдохновлялись прежде всего ювелиры искусства модерна? Я уже вам, эпохи модерна, я же вам сказала, что основное предметом, основной героиней, была женщина. Вообще, наверное, темы ювелирного украшения эпохи модерна можно определить так. Три Ф. Фемме, фауна, флоры. И вот первое – это женщина. Вот как раз вы видите здесь, да, у вас на экране прекрасное изображение такой женщины, да. Вообще, до 90-х годов, до 1880-90-х годов использование в ювелирном искусстве женских изображений женского лица – это считалось безвкусицей. И когда молодой дизайнер Маршан, он получил первый приз на конкурсе, который был организован Палатой ювелирных украшений в 1899 году, то возникла даже серьезная дискуссия по поводу использования изображения женской головы и плеч. Но вот перед вами работа как раз, она принадлежит Жоржу Фуке, но сделана она по эскизу Альфонса Мухи. И вот именно Фуке стал использовать фигуру, женскую голову в своих украшениях в стиле вот Ренессанса, да. Между прочим, он подвергся критике со стороны коллег, которые утверждали, что правила эстетики не позволяют женщинам не носить украшения с изображением человеческой фигуры, да. И тем не менее, уже в 90-м, в 900-м году, то есть буквально через год, вкусы публики радикально изменились, и начался буквально просто культ, культ женской фигуры в изделиях. Это я сейчас вам еще покажу, сейчас увидите. Вот, это тоже очень красивое, красивое изделие. Вы видите, здесь, да, изогнутая женщина в окружении цветов. Это работа Лалика. И сейчас мы еще одну с вами посмотрим. Да, вот это я уже показывала. Но на что бы мне хотелось бы здесь еще обратить внимание ваше. До этого, да, ну если бы так скрупулезно, женские мотивы встречались только в камеях и в Инталиях, да. Да, целомудренная эпоха 19 века просто не могла предположить, что женщина будет носить украшения ювелирные, да, которые бы изображали чувственную, соблазнительную, желанную красавицу. Более того, обнаженную. Вот у вас не случайно сейчас на экране «Обнаженное женское тело». Это работа Вебера, и называется она «Сильвия». Действительно, достаточно много можно увидеть в эту эпоху изображений в ювелирных изделиях обнаженного женского тела. Ну, что же так повлияло? Дело в том, что, ну, решающую, будем так говорить, роль в этом сыграла как раз эмансипация. Именно она позволила нагим-феям лалиха размножиться и заселить ювелирные изделия, да. Томные женские головки, там, фигуры с длинными волосами. Все это было хорошо. Но почему вдруг именно обнаженное женское тело? Причем я хотела бы сказать о том, что модерн – это не была эпоха разврата. Это была эпоха секрета. Это была эпоха таинственности и мистичности. Но дело в том, что в конце XIX века, во второй половине XIX века, особенно в начале XX века, когда вот взлет и расцвет модерна, идеи эмансипации, феминизма, они повлияли на свободу женщины, на раскрепощенность женщины. Менялась роль женщины в обществе. И несмотря на то, что, ну, будем так говорить, многие утверждали, что это такого, ну, в общем-то, не может быть в искусстве, тем более в ювелирном, тем не менее, женщины этой эпохи, да, с удовольствием начали носить украшения, которые изображали обнаженную женскую натуру. И это можно увидеть в очень многих объектах. Но мне бы хотелось сказать о том, какой был характер женщины вот этого времени. У вас не случайно на экране, вы видите здесь, это Сара Бернар. Сара Бернар вообще вдохновляла очень многих художников. Именно ее сотрудничество с Альфонсом Мухой, с тем же Лаликом. Очень многие произведения, которые я сегодня вам буду показывать, да, они принадлежали ей лично. И вот здесь вы ее как раз видите на экране. Почему я показываю ее? Да, главным предметом обожания эпохи модерн была женщина. Слабая, болезненная, бледная, такие вот женственные очень формы. Но эта женщина, она никогда не жила на земле. Это всегда был образ очень таинственный. Это могла быть лесная фея, нимфа воздуха, дриада, русалка, ундины. К земной жизни эта женщина не имела никакого отношения. И поэтому она всегда как бы облекалась в такую поэтическую форму. И это соответствовало мистическому настрою, который был тогда в обществе. В эпоху модерна обожали все таинственное, необъяснимое. Сумерки, спиритизм, общение с духами вообще было тогда в большой моде. И вот здесь вы вряд ли можете прочитать на экране, но я прочитаю. Это слова Чехова. Он писал о Саре Бернард. Играя, она гонится не за естественностью, а за необыкновенностью. Цель ее поразить, удивить, ослепить. И вот именно такая необыкновенная женщина, таинственная, мистическая, она появляется в украшениях. Вот вы здесь видите чудесное украшение, да, где у женщины даже такое голубоватое лицо, вы видите. Оно сделано из жемчужины неправильной формы. И внизу тоже такая большая жемчужина, да. Женщины буквально соревновались между собой в таинственности, в оккультных интересах, в игре в роковых, как бы красавиц, таких, которые принадлежали вообще потусторонним мирам. И поэтому даже лицо они пудрили голубоватой, зеленоватой, сиреневатой перламутровой пудрой, что, ну, на современный взгляд делало этих великосветских дам, похоже бы, скорее, на утопленец, да. Тем не менее, да, тем не менее, вот это придавало загадочности, таинственности, мистичности, и это тоже нашло отражение в украшениях, да. Вот как раз вы видите, вот эта брошь, да, она очень хорошо это показывает. И на первый взгляд, вот если не знаком с эстетикой этого времени, да, то непонятно, почему такое голубое лицо у этой женщины. Я уже сказала, что женщина не жила на земле. Женщина-бабочка, женщина-стрекоза – это одна из тем в женской моде и в женских образах, да. Вот вы видите здесь, это брошь работы лалика, и вы видите, в самом центре там вот женщина, руки которой перетекают, да, они органически как бы переходят в крылья бабочки. Сейчас еще одну вам покажу работу, тоже она очень красивая, мне она очень нравится, вот эта. Женщина, вообще дама, да, вот девятисутых годов, она хотела походить на дикованный цветок, на насекомое, и поэтому и одежда, но о моде – это отдельный разговор, да, она должна была напоминать крылья бабочки, и очень вот этот вот мотив, он был популярен как раз в украшениях. Вот сейчас еще покажу вам бабочку, вот здесь тоже, обратите внимание, да, вот тельце бабочки – это тело женщины. Ну и, как я вам сказала, три F, да, Femme, и второе F – это Flore, флористические мотивы. Сейчас мы перейдем с вами к этим флористическим мотивам. Вот вы видите чудесный гребень на экране у вас. Вообще, общие источники, вот такие образности стиля модерна, это было повсеместное увлечение ботаникой. И даже такой Женграссе, он каждый месяц публиковал во Франции части своей знаменитой работы «Растения» и его использование в орнаментах. Кстати, Альфонс Муха, он тоже издал декоративные документы, где он предлагал уже готовые дизайны ювелирных украшений именно на основе изображений растений. И это было связано не только с тем, что модерн в принципе обращался к природе, но это еще и было связано с бешеным буквально увлечением японским искусством. Именно от Японии, из Японии, которую Европа для себя открыла во второй половине XIX века, пришло вот это какое-то необыкновенное увлечение природой. И вы видите здесь прекраснейший гребень, обратите внимание на то, как сделан верх этого гребня. Это два желуди. Но на что бы мне здесь хотелось обратить особенное ваше внимание в этих украшениях? Вот посмотрите на это украшение. Дело в том, что в принципе к мотивам природы могли обращаться в предыдущие эпохи. Но это, как правило, были розы. Теперь же именно под влиянием японизма изображались совершенно другие растения. Это могли быть орхидеи, мимозы, хризантемы, бегонии, анемоны, клематисы, какие-то морские растения. И если раньше это было такое, если это и было в украшениях, то это всегда было копирование природы. Новая линия модерна, она совершенно по-другому рассматривала. Потому что эти растения, эти цветы, они стали символами. И более всего как раз модерн, он обращается к символике. Мастера стиля модерна трактовали их как знаки, которые несли такую нервную символику рубежа веков. И поэтому в этом орнаментальном декоре флорального такого направления модерна как раз нашел отражение больше не натуралистический вид растений, а волшебный мир. Поэтический мир растений. Ландыши, ирисы, цикламены. Кстати, орхидеи, например, очень любили поэты Серебряного века. Вот если вы почитаете Бальмонта, например. И вот посмотрите, с левой стороны вообще такое совершенно необычное растение. Это уже увядающие одуванчики, которые превратились в эти воздушные шарики. Сейчас еще вам покажу. Это могут быть какие-то маки, это могут быть фуксии, орхидея. Вот я вам сказала о том, что растения становятся символом. И орхидея, это был орхидея, ирис с его такой совершенно сиреневой окраской. Это были абсолютно такие почти сюрреалистические, эротические образы. Вот она как раз, орхидея здесь. Причем для модерна еще очень важна вот эта цикличность природы. И поэтому могут быть какие-то умирающие, увядающие анимоны. Усики винограда, крылатые семена клёна, они превращаются в символы. В символы рождения, возрождения, смерти. Сейчас вот еще вам покажу. Вот, посмотрите, здесь орхидея, да, совершенно такой эротический образ. Это работа Лалика. И рядышком с ней, вот вы видите, это ирис. Если изображались, допустим, вот у Фаберже есть. Я сейчас вам покажу работу Фаберже. Вот, работа Фаберже. Вот вы видите, там ландыш. И вот ландыш – это чистота будет, да, это такая невинность будет. И отсюда, отсюда, да, ну, были определенные правила, кому какие украшения носить. И, конечно же, вот ландыши, им должны были отдавать предпочтение девушке юного возраста, да, молодого возраста. А какие-то уже более такие серьезные цветы, да, там, может быть, с такой эротическим подтекстом, ну, наверное, более зрелые девушки, да, не девушки, а женщин. Вот. Так, еще сейчас вам покажу, потому что цветы – это такая вот совершенно особая, да, вот вы видите здесь, да, тоже. Маки, какие-то фуксии могли быть, совершенно экзотические какие-то растения. И причем вот на перстянке, а с легкой руки макинтоша вообще, да, в ювелирное искусство вошло такое растение, как чертополох, казалось бы, ну, совершенно, да, но не для ювелирного мира. И тем не менее, да, и тем не менее. И эти цветы, они использовались и в брошах, и в подвесках, и в тиарах, да, и о камнях у нас разговор впереди, но вы, наверное, обратили внимание, да, что здесь используются не бриллианты, а именно подбирались те камни, которые могли ассоциироваться с цветом определенного цветка, определенного растения, да. Отсюда использование опалов, аметистов, да, которые обладали цветом эти растения. Третье, третье F, мы говорим, три F, да, это фауна. Вот, и вот вы видите как раз на слайде, это работа Чарльза Роберта Эшби, это один из представителей модерна в Лондоне. И он делал прекрасные столовые приборы, но вообще они окунают, да, совершенно такой какой-то эльфийский мир. И вот здесь вы тоже видите птицы. Нужно сказать, что вообще ювелирный мир далеко не сразу согласился вот с таким, ну, будем так говорить, направлением, что ли. Когда, причем практически все модные дома, ювелирные модные дома, они сталкивались с одним и тот же путь проходили. Когда Лалик принес свое украшение, эскиз в модный дом Башерон, на котором были ласточки, то, ну, директор этого дома сказал, что нет, какие-то плебейские бабочки, они вряд ли понравятся его изысканным клиентам. Но Лалик не отступил, он сделал макет и принес макет этого украшения. И тогда уже он был куплен за большие деньги. Причем практически, если мы возьмем биографию каждого ювелиры этого времени, да, то они проходили вот этот вот путь от критики, от неприятия, от обвинения в безвкусице до потом взлета популярности. Ну и в какой-то момент Лалику просто надоело, наверное, ходить и убеждать. И он открывает свой модный дом и открывает на той же улице, на которой находились Кортье и Башерон. И действительно, страхи вот этих модных ювелирных домов, они оправдались. Но они оправдались другому. Они боялись, что эти модные дома потеряют своих клиентов. Они действительно потеряли клиентов, потому что все дамы перешли именно к Лалику. Сейчас вам покажу еще одно украшение с изображением лебедя. Это тоже работа Лалика. Почему лебедь? Для модерна таким отличительным знаком вообще орнаментального декора модерна стала буква «С» или мотив изгибающегося в воздухе бича, который так и получил название «удар бича». И поэтому вот среди излюбленных мотивов художников-ювелиров были и морская волна, и лебединая шея, и отсюда вот эти чудесные изгибы волос, распущенные рукава, летящие какие-то рукава, которые были в моде. Но, наверное, самым таким любимым объектом животного мира, если мы говорим о птицах, для модерна это стал павлин. И вот вы здесь видите чудесный павлин. Это элемент знаменитого украшения ошейник. Павлин сочетал фантазию и красоту в природе, и в то же время он символизировал такой скрытый нарциссизм стиля модерн. И вот как раз украшения модерна, они были идеальны для изображения этой птицы. Это сверкающие вот эти цвета прекрасно ложились на блестящую матовую, мальсосчитание с блеском золота, цветами, которые перетекали один в другой. И в украшениях эпохи модерна вы можете очень много увидеть именно изображений павлина. То есть это и такой вот еще одна работа. Это работа Жоржа Фуке, а разработан дизайн как раз художником Альфонсом Мухой. То есть и вот этот нарциссизм эпохи, а в ней ярко выраженное такое стремление нравится. Вот, ну и конечно же вот сама эта птица, вот эта ее природа, она позволяла очень богато украсить камнями. Еще один объект, который очень любила эпоха модерна, это были насекомые. Я уже вам сказала о том, что женщина модерна, она вообще не жила на земле. Она должна была быть бабочкой, стрекозой, чем-то вот таким вот неземным. Вот, но насекомые могут быть разные, да. И здесь вы видите такой амур с крылышками, да, который оседлал красивую стрекозу. Крылышки сделаны у нее из опала. Вот, а может быть и оса, которая жалит, а может быть и пчела. Пчелу очень любила эпоха модерна. Я уже вам сказала о том, что образность украшения эпохи модерна, она за собой несла определенную символику. И пчела это всегда был такой символ сексуальности. Я еще раз хочу повториться, да, что эпоха модерна – это не эпоха разврата, это эпоха секрета. Но дело в том, что женщина, эпоха модерна всегда видит в ней дуалистичность. Эпоха модерна видит двойственность. Она богиня, она царица, но она и соблазнительница. Вот еще одна работа Жоржа Фуке, которая сделана в тандеме с Альфонсом Мухой, да. И вот уже вы видите, там тоже сидит вот эта вот пчела. В стилистике модерна, особенно французского модерна, вот насекомые, змеи, птицы, они превращались в совершенно фантастические создания. Иногда они могли шокировать. Иногда это были такие исключительно чувственные, красивые образы. Но вот голова для меня вот интересна в этих украшениях всегда, когда сливается образ женщины и образ или цветка, или это может быть образ какого-то животного, или это может быть образ насекомого. Вот я сейчас вам покажу очень интересную работу. И это, безусловно, было вызвано тем, что... Вот вы видите, очень красивая такая грош. Это работа Лалика. И вы видите, что здесь такая женщина-сфинкс. Женщина-загадка. Модерн всё время обыгрывал дуалистичность женщины. Отсюда огромное количество в искусстве этого времени юдифи, саломеи, медузы, царевна-лебедь. То есть вот такие образы, которые несут в себе с одной стороны красоту, с другой стороны опасность. И поэтому, например, голова стрекозы, она могла оказаться женским лицом, а её лапки – когтями дракона. Сейчас вот покажу. Мне очень нравится эта работа. Мне кажется, она одна из самых таких красивых работ. Это брошь, которая принадлежала Саре Бернар. И это, значит, это вот могли быть лапки дракона. Вот эти вот фантазии, когда женщина, она и летучая мышь, да, одно перетекает в другое, это, безусловно, отвечало и новым теориям Фрейда, которые тоже оказали огромное влияние на эпоху модерна. И поэтому здесь и японский характер, да, и влияние японского искусства, да, когда там использовались стилизованные усики, например, кузнечика, да, это очень японская по характеру. С другой стороны, это мог быть скоробей из египетской, египетский символ цикла жизни, цикада, да, её очень любили в украшениях, паук, но паук обязательно в паутине, той женщины, которая окутывает свои паутины. Вот это украшение, мне оно очень нравится, и я покажу вам ещё его крупнее. Вот, здесь вы видите на экране, когда голова стрекозы, она становится головой женщины, да. Вот она, Сара Бернар, которая как раз принадлежала этому украшению. Вот она, видите на экране. И как раз вот в этом украшении Лалик изобразил женщину как хищницу, как соблазнительницу, да, вот с золотыми когтями и с крыльями, да. Очень интересная работа. Она принадлежала вот как раз Саре Бернар. Ей, кстати, принадлежало и кольцо, которое было выполнено в виде змеи. Да, вот вы здесь видите, немножко ушла картинка, да, по краям. Ну, здесь достаточно хорошо видно, да, что туда уходит хвостик, а здесь вот такая пасть по змеи, да. Ну, вообще, змея, опять же, это не только символ опасности, но это и символ жизни, это и символ вечности, это и символ сексуальности. И в руках ювелиров, которые работали в стиле модерн, она вот оживала в своей какой-то такой примитивной красоте и превращалась буквально в такой символ чувственного движения. И вот как раз Жорж Фуке по эскизу Альфонсо Мухи, он создает не только кольцо в форме змеи для Сары Бернар, но он создает и очень известный браслет. И вот я вам сейчас его покажу, этот браслет. Вот он. Вот вы видите здесь этот браслет. Это самое вообще известное украшение, созданное Фуке по эскизу Мухи, которое получило в Европе название Рузы Руки. Ну, совершенно такой невиданный ранее в Европе браслет, такой свернувшийся кольцом змеи, он обвивал предплечье, потом жало переходило в кольцо, я сейчас еще другой слайд покажу, вы там увидите, с помощью тонкой цепочки. Сейчас вот мы посмотрим на другом слайде, там будет видно, наверное, будет лучше видно. Вот здесь, посмотрите, да? Вот там вот внизу как бы кольцо, и вот это, оно соединяется, такой тоненькой цепочкой. Это вот это жало змеи. Вы здесь видите не случайно с правой стороны афиша. Дело в том, что вообще впервые вот это украшение, оно появилось на плакате для Сары Бернард, которая играла в спектакле «Медея». И она здесь как раз была изображена в такой кульминационный момент драмы, где вот и выражение лица, и позы, и костюм, вот и украшения, они все подчеркивали ужас свершившейся трагедии. «Медея» – это такая очень характерная героиня для эпохи модерна, для искусства модерна. Красивая женщина, опасная, ужасная даже в своей ревности и мести, которая убивает детей. Детей Ясона, да, она такой совершает месть. И вот этот браслет, который создает, который нарисовал на афише Альфонсу Муха, его, когда увидела Сара Бернард, она пожелала иметь такое украшение. И она заказала Жоржу Фуке сделать браслет по эскизу Альфонса Мухи. И она надевала этот браслет на спектакле, когда она играла и «Медею», и «Клеопатру». Он вообще идеально буквально подходил для ролей роковых женщин и производил впечатление такого какого-то зловещего дальневосточного амулета. А вот здесь вот как раз он довольно хорошо виден. Хотелось бы мне отдельно еще сказать о гребнях. Вообще, женщины носили браслеты, они носили диадемы, они носили жерелья-ошейники. Прическа, которая была особенно модна в это время, это была прическа, которая возникла под влиянием японизма. Это такой образ гейши. Подкладывали валик из конского волоса, начесывали эти волосы. И вот эти прически, безусловно, украшали, использовались какие-то мерцающие драгоценности. И женщина становилась похожей на какое-то видение такое из прошлого, на какой-то загадочный сфинкс. И вот вы как раз видите здесь на экране это знаменитая Адель Блокбауэр. Я вам даю здесь фотографии ее в жизни. И знаменитое ее изображение на картине Густава Климта «Золотая Адель». Здесь вот как раз видите, вот это вот прическа. И в моду вошли прически, а соответственно и гребни. И эти гребни могли быть в виде бабочек, в виде цветов. Сейчас мы их с вами посмотрим. Вот, вы видите, да? Они создали целое направление в моде. Причем здесь вы видите, опять же, вот эти природные мотивы, эти ласточки, водопады. И использовали. Лали, кстати, первый начал использовать рок для ювелирных украшений. А потом уже начали использовать и его коллеги. Сейчас еще покажу вам тоже. Вот, обратите внимание. Мне очень нравится вот этот гребешок, такая вот как заколка в волосы, особенно справа. Обратите внимание, в нем кленовые семечки. Совершенно вот такой потрясающий элемент, когда не розы, даже не орхидеи, а вот, казалось бы, такой вообще невзрачный, на первый взгляд, элемент природы. И вот он здесь стал объектом вдохновения для художника, для ювелира и объектом украшения. Ну и что касается камней. Я уже вам сказала о том, что для эпохи модерна важно было не дороговизна камня, не его драгоценность, а его художественные возможности. И поэтому могли использоваться и слоновая кость могла использоваться, и использовались не изумруды, там рубины, бриллианты, а использовались очень часто полудрагоценные камни. Иногда даже вообще не драгоценные материалы. И это была революция буквально в искусстве. Это было попрание вообще всех принципов ювелирного дела. В украшениях вот этих вот настоящих женщин из плоти, в них были опалы, аметисты, хризопразы, перламутры. Причем они подбирались не по стоимости, а именно по декоративно-колористическим своим особенностям. Янтарь использовался, черепаховые пластины, слоновые кости, даже неблагородные металлы использовались. И если, например, использовался тот же жемчуг, то вот обратите внимание на экране, он был неправильной формы. Вообще вся модерн, он апеллировал к природным мотивам, к стихии. И поэтому и такая вот могла быть какая-то небрежность в волосах, распущенные локоны, которые потом выйдут из моды и будут называть макаронами. Но в это время именно вот эта неправильность, стихийность, она культивировалась. Вот здесь вы видите тоже у вас на экране, да, такие совершенно неправильные формы жемчужины изображены. Вот еще посмотрите, да, это тоже работа лалика, когда изображаются хоризонтемы. Сам вообще цветок, это из японского искусства он пришел, до этого никогда не изображались хоризонтемы. Здесь хоризонтемы, и посмотрите, как красиво, да, они сделаны из жемчужинок неправильной формы. Совершенно уникальное такое вот использование, да. Так, вот еще вам покажу. Вот это аквамарин, да. Тоже вот такие камни, как аквамарин, они до эпохи модерна их не использовали ювелиры, да. Теперь это один был из таких наиболее часто используемых камней. Это как раз вот работа лалика. Бриллианты могли использоваться, но бриллианты использовались как фон, для того, чтобы оттенить вот эти украшения. Вот в этом особенность. И женщины полюбили эти камни. Они предпочли цвет, цвет, допустим, того же опала, посмотрите, да, вот опала как раз. Это работа Чарльза Роберта Эшби. Опала холодному блеску бриллиантов. Очень любили опалы российские ювелиры. Жемчуг, опалы, перламутры, уральские аквамарины, зеленовато-золотистые такие хризолиты. Вообще спрос на аквамарины, он взлетел буквально, да. Уральские самоцветы, камнерезные изделия пользовались очень большим спросом. Причем опалы, они есть очень разных цветов. Они есть такие дымчатые белые, красные, черные, синие, вернее, синие, такие голубые, зеленые. Очень любили носить опалы представительницы британского императорского дома. Тогда как раз Австралия, Австралийские опалы очень известны. Австралия была колонией Англии, поэтому дамы британского императорского дома, они как раз носили эти украшения. Вот именно из опала. Вот это перед вами как раз украшение, которое сделал это ожерелье Рене Лалик для своей второй жены Алисы Ледрю. И вот здесь и опалы, и такие изогнутые шеи лебедей, вы видите, да, и аметисты, ну, совершенно такое потрясающее украшение, да. Использовалась очень эмаль, использовался даже хрусталь, что вообще казалось бы, да, ну, по сути дела, это стекло. И когда принес вообще это, это вообще было, казалось бы, немыслимое, да, на смену бриллиантов приходит хрусталь. Но кто это поддержит? То есть, тем не менее, это произошло. И есть такая легенда о том, как вообще Рене Лалик, он очень любил рисовать, и он всегда в детстве задумывался о том, как же передать воздушность облаков. И вот когда он делал эти украшения, да, то он понял, что именно хрусталь, именно горный хрусталь, он может передать это. И вот эти вкрапления хрусталя, они могли имитировать на украшениях капельки росы, да, вот, то есть это абсолютно новый подход был к ювелирному делу. Ну, и я сегодня очень много говорю о том, что повлияла Япония. С 1860 года страна эта открыла свои морские порты для судоходства Европы, начала торговать, и вот словно какая-то японская лаковая лакированная шкатулка, да, это шелк, фарфор, мебель, да, гравюры, они буквально наводнили, наводнили тогда Европу. И мне очень нравится одно высказывание, критик такой Луи Гонс был в журнале «Обзор ювелирного искусства» и «Серебряного дела». Он очень удачно сравнил японское искусство с виноградом, который, будучи пересажен в другую страну, дает совершенно другое вино, в отличие от того, которое он дает стране своего происхождения. И вот как бы французские мастера не использовали японские идеи, японские мотивы, в результате которых появился совершенно удивительный стиль модерн. Вот сейчас для нас хоризонтемы, да, фудзияма, карп, журавль для европейцев это стало таким общим местом, ну вот это японское. Но тогда именно вот было время, когда роза Европы впервые уступила место хоризонтеме. На смену вот старым принципам, старой эстетике пришли волны, струи дождя, листва, стебли бамбука, цвет сакуры, сгибы водорослей, стаи рыбок, всего этого не было. Я не случайно вот сейчас вам показываю это украшение, да, здесь вот это фудзияма. Еще одно покажу, тоже оно отсылает нас к природным таким матемям. Вы видите, это водопад. Вот льется водопад. Вообще, кто знаком с японским искусством, с творчеством Кацусика Хокусая, да, то вот водопад это вообще целая философия. И как раз вот он тоже появляется в произведениях этого стиля. Кроме того, это, конечно же, могут быть и драконы, да, это могут быть и цветы сакуры, могут быть. Ну, и еще я вам хочу сегодня рассказать об одном таком очень своеобразном украшении этой эпохи, да, которое называется собачий ошельник. Так его прозвали ювелиры. Вообще, почему у вас на экране портрет английской принцессы Александры, считается, что именно ей мы должны быть обязаны, да, вот, рождением этого украшения. Вообще, чокер, чокер, да, он, конечно, очень давно это украшение появилось, да, его можно еще увидеть на портретах королевы Елизаветы английской, да, это портреты 16 века, он прошел очень много трансформаций, да, в средневековье женщины носили там такие украшения в виде тяжелых воротников, да, вот, после французской революции, кстати, аристократки носили на шее узкую полоску красной материи в знак солидарности с казненной Шарлоттой Корде, потом носили бархотку, которая так и получила это название, она оттеняла белизну кожи, вот, но почему именно Александра, ходили слухи о том, что она в детстве перенесла операцию, после которой у нее на шее остался шрам, и чтобы скрыть этот недостаток, да, она всю жизнь носила платье с высокими воротниками и ожерелье, вот, из нити, жемчуга, черные бархатные ленты, вот, ну, а художники с удовольствием писали своих мус именно в этих украшениях, и вот, вы можете увидеть на возлюбленную мусу Клинта Эмилию Флёги, обратите внимание, да, у нее вот здесь это украшение, знаменитая, та же Адель Блокбауэр, она у нас тоже, и здесь вы видите Юдиф, у нее здесь украшение, и уже тот портрет, который я вам сегодня показывала, кстати, это украшение было конфисковано во время войны, и потом его видели на шее у жены Геринга на закрытых показах, это бриллиантовое украшение, семейная ценность была, еще сейчас вам покажу, вот, даже та же работа Клинта Гигея из его знаменитой панно медицины, вы видите, тоже у нее здесь вот это вот украшение, и вот еще сейчас вам покажу, та же вот Фрица Ридлер, да, вот если вы присмотритесь, у нее тоже вот это украшение собачий ошейник, причем они были очень разные, они были нескольких видов, они могли бы вообще как обруч заковывать женщину в эти в ошейник, почему они такое получили название, могли быть на цепочках, сейчас немножко не тот объект я выбрала, сейчас покажу вам, вот, вот обратите внимание, вот этого павлина я уже показывала, это часть вот этого ошейника, да, дальше была бархатная часть, вот это тоже, которая слева, это тоже вот это на шее, а остальная часть бархатная, а они, другого типа эти ошейники, они могли как бы продолжение их было вот такое, когда там были такие, как тоненькие бусы, это был целый ряд этих бус, которые были сделаны из бисера, да, могли быть и жемчуга из тоненького, да, такие вот изящные украшения, вот это тоже лаликовские украшения, ну, и эпоха модерна, она очень такая манящая, волшебная, привлекательная, и она нравится и сейчас, и нравится не только нам, но и дизайнерам, вот здесь вы видите, Николь Кидман, это ее фотографии из фильма, и вы видите, здесь уже у нее вот этот вот ошейник, ну, такой, конечно, больше сделан, наверное, в стиле 20 века, но тем не менее, это отсылка именно к тем украшениям модерна. Эти ошейники очень любила носить и принцесса Диана, да, и здесь вы видите не только принцессу Диану, да, это Камила, но сейчас ее очень многие знают, да, любила носить и Ксишинская, кстати, в фильмах, в американском фильме «Война и мир» Одри Хепберн в роли Наташи Ростовой, она тоже там вот в таком украшении, хотя, если быть скурпулезными, то моды того времени как раз она и немножко здесь не соответствует, ну, видимо, дизайнер исходил просто из понятий красоты, вот, ну, и современные дизайнеры, например, Гальяну, да, у него вообще ни один показ не обходится без ошейников, хочу вот вам показать работы Гальяну, да, вот вы видите здесь, это как раз он очень любит эти чокеры и вводит буквально с упорным постоянством их в коллекции разных лет, ну, на этом вообще разговор об украшениях модерна, да, он может продолжаться очень долго, это большой, большой стиль, большая тема, я очень много не успеваю затронуть, потому что, в общем-то, формат прямого эфира просто не позволяет, но я вас с удовольствием приглашаю в свой аккаунт, проходите по ссылке в шапке моего профиля и смотрите онлайн-курс Многолекий модерн, и кроме художников, в котором каждому художнику у меня посвящена отдельная двухчасовая лекция, и это и архитектура, это Антонио Гауди, это и Холио Ромеро де Торрес, испанский художник, символизм, это самое мощное течение модерна, и, конечно же, Климт, Альфонс, Муха, да, вот, и отдельно я рассказываю о моде модерна, и там, конечно, вы можете узнать намного больше, глубже, шире, потому что это действительно очень большой стиль, и он настолько многолик, в каждой стране он проявился, проявился как-то по-своему, не случайно даже, у него разные названия, в разных странах он по-разному называется, но везде у него есть какие-то общие черты, и какая-то особая, особая изысканная красота, утонченная роскошь. Наверное, именно поэтому этот стиль нравится, наверное, именно поэтому он привлекает наше внимание. Жду ваших комментариев за самые обстоятельные комментарии, красивые, аргументированные, да, в общем, за самый лучший комментарий, да, я выберу три, и вы получите от меня в подарок лекцию о романе, ну, такой романтической истории испанского художника Франциска Гои и герцогини Альба. Это красивая очень история любви, которая нашла отражение в испанской живописи, и не только в живописи, но и в литературе. Я думаю, что она вам понравится, будет полезна, интересно. Спасибо большое за внимание, еще раз вам напоминаю, что по ссылке в шапке моего профиля вы можете посмотреть онлайн-курс Искусство Модерна. На три дня я объявляю на него спеццену, так что проходите, смотрите, и жду ваших комментариев. До новых встреч! до новых встреч! Продолжение следует...